Анна, мне интересно, почему скетчи, ну это такие наброски, да, быстрые, получаются красивые, но закончить рисунок не получается. В итоге порчу красивый рисунок карандашом, делая его косым, кривым, но законченным. Не понимаю, что я делаю не так. Уже столько испорченных работ уничтожила и выкинула. Спасибо, Анна, за вопрос. Спасибо, друзья, вам за поддержку, за лайки, подписывайтесь, не забывайте. И можно делиться, если нравится что-то с друзьями, я только буду рад. Анна, ну а зачем заканчивать? Вполне возможно, что вот такие, вот белый холст оставляешь, например, да, вот пишешь и остается белый холст. Иные, кстати, галеристы считают, что картина не закончена, потому что холст не закрашен. А иные видят, более продвинутые, видят, что холст не закрашен, это часть композиции. И вообще, если художник вам показывает работу, она закончена, даже если там пустые какие-то места. Это ход. Это такое предложение. Любая незаконченность волнует. Но древние греки еще говорили, лучше не дослушать музыку и не допить стакан вина. Вообще, это ключ. Ключ к пониманию живописи, о котором, об этом ключе я все время говорю на своих занятиях и в онлайн-школе. Вы, кстати, заходите в школу, там уже много уроков. И очень интересный шестнадцатый урок. Урок очень наглядный, с объяснениями. Видна и палитра, на которой происходит каждый замес и объяснение, что происходит и как пишется эта сирень. Какие ставятся задачи, как движется работа, как неудовлетворенность моя переходит в новые поиски, поиск разных решений. Вот здесь можно это все очень увидеть. Хорошо. Так вот, это ключ, незаконченность. Это процесс. Показать в живописи процесс. Не результат, к которому ты стремишься, а процесс. Вот сила какая. Ты находишься все время в танце. Это музыка танца, вот красок. И зачем заканчивать этот танец? И как он может быть вообще закончен? Танец интересен, пока он движется, пока есть движение, пока танцор или танцор, или танцовщица танцует. Вот ты наслаждаешься процессом. Ты же не сидишь, блин, ну когда же это закончится? Ну бывает и так. А тогда это другое. Тут тогда нет наслаждения. Когда же это закончится? Боже мой, что он творит? А сам факт перетекания одной позы в другую, это вообще, это и есть движение. Показать это движение в живописи, на мой взгляд, это величайшая задача. Я все время говорю на классах, что пишите так, что в любой момент картина должна быть закончена. И у зрителя, который смотрит ваше произведение, должно быть ощущение, что художник не завершил эту работу, что он отошел перекусить, кофе попить с чаем, вот этой, с горелкой. Сейчас вернется, чтобы довершить. Ну некоторые даже сбривают там часть усов и бороды. Как будто бы электричество кончилось и все, батарейки исчезли. И нечем, а лезвия сломались все. Только топором что ли бриться. И оставляет половинку, так жиг, половинку. Незаконченность такая, такой дизайн. Или макияж, например. Накрасил один глаз жирно, а второй нет, например, краска кончилась. Дизайн такой. Вот выйдете так на улицу или нет? В разных носках, например. Но это модно. Одна коленка, например, драная, а другая не очень драная. Тоже дизайн. Незаконченность такая. А говорят, что девочка пришла к бабушке в гости и утром просыпается, одевает джинсы, а они все, значит, зашиты, все эти драности. Бабушка, что ты сделала? А бабушка увидела, что у нее драные джинсы. И все ночью всю, я всю ночь, и ночью все позашивала. Добро внученьке сделала. А внученька расстроилась. Чего? Ну иди. Ну, пришла? Пришла опять. Ой, по клавиатуре любит ходить. Ну ладно, у нее там дела. Чернослив. Так что, Анна, это прием. Это прием скетчи. Линию ведете, раз, жирная, и исчезает вообще. Используйте этот прием. Это очень красиво, когда живая линия называется. Она не везде ровная до конца, до каждого мизинчика и пяточки. А где-то обобщено. Используйте вот этот прием обобщения и недосказанности. Но нет уже, например, цели наесться от пуза. Чем вот все на столе, вот много, блюдье, например, занято все. И надо обязательно нашарахаться так, чтобы вот из ушей все макаронины свисали. Тогда есть цель насладиться вкусом. И тот вкус попробовать. И этот, и огурец с молоком. А если цель процесс, то просто жрешь, как свинья. А раньше, в эпоху Рубенса, ценились женщины, которые дородные. Это, мне кажется, было связано с тем, что могучая женщина – это признак такой вот достатка силы. И вот они ценились в такой красоте. Это красиво считалось. Рубенсовские женщины. Такие, ух, коня на скаку. Так, в итоге порчу красивый рисунок, карандашом делаю косым кривым, но законченным. Давайте, Анна, попробуем не заканчивать. Оставлять для зрителя возможность домыслить, договорить фразу. Да, есть вот эти вот объедки со стола людям. Ну, а потом, знаете, есть какой прием, Анна? Можно, вот как Серов делал, например. Он же рисовал, один лист до дыр вообще заканчивал. Уже, ну, стирал, правил, стирал, правил, перерисовывал, да. И потом, бах, этот лист на стекло. Когда он учился еще в академии, на стекло. Потом чистый сверху и переводил опять контур. И опять рисовал. Так несколько раз. В итоге рисунок окончательный. Был очень тонкий и изящный. Правки все вот эти до дыр затертые убирались. Так что вы можете вот этот скетч на стекло и перевести. Переводилкой такой заняться. И потом второй уже с ним покумекать. Понезаканчивать его так кое-где. То есть вы проработали форму и ее используете как шаблон, как трафарет. Ну, вот такое предложение такое. Может быть, это поможет более освободиться от такого шаблона, все заканчивать. Все должно быть под контролем. Все. Тапочки, носки, зонтик, шляпа. Тьфу! Плевательница. Все должно быть в порядке в доме. Все. Уже столько испорченных работ уничтожила и выкинула. В общем, с сегодняшнего дня, Анна, не заканчиваем, не завершаем наш ужин. Оставляем на завтра. Вот этот оливье. Завтра доедим вместе. Ну, ставьте уже там закорючки, сердечки, крестики. И что-то там вы еще все время придумывайте. Очень весело. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok